В Черкесске до конца года будут построены и возведены в эксплуатацию сразу семь детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. За строительством нового жилья для маленьких новоселов на базе детского сада «Журавлик» вместе с народными избранниками от фракции «Единая Россия» проследила и Фатима Даурова. Современные нормы проектирования ясли предусматривают строительство зданий универсального типа, которые способны обеспечить основные потребности ребенка. Мониторинг качества проделанных работ в новом корпусе для малышей провели представители Министерства образования Республики и депутаты Народного собрания партии «Единая Россия». Детские садики, школы и все объекты, которые строятся, закреплены между депутатами. И вот в рамках одной из таких проверок мы смотрим вместе с министром образования, заведующим отделом образования, мы смотрим готовность объектов. По ходу делаются замечания подрядчикам, предложения по улучшению качества, которые, я не сомневаюсь, будут устранены. Нацпроект «Демография» предлагает различные меры содействия занятости женщин, которые воспитывают детей младше трех лет. Многие родители по разным причинам не имеют возможности находиться в декретном отпуске без ощутимого вреда для семейного бюджета. И программа перезапуска системы ясли дает возможность мамочкам вернуться к трудовой деятельности в кратчайшие сроки. Благодаря участию в данном проекте в нашем субъекте появляются дополнительно 1020 мест для детей от полутора лет до трех лет. Конечно, это огромная помощь и огромное подспорье для наших мамочек, которые смогут досрочно из декретного отпуска выйти, оставить детей вот в таких замечательных дошкольных образовательных организациях, которые созданы именно для детей до трех лет. Мы сегодня проинспектировали совместно с партией «Единая Россия» готовность данных образовательных организаций. Мы посмотрели, насколько это современные, светлые, хорошо оборудованные дошкольно-образовательные организации. Я думаю, мамы с полной ответственностью и безопасностью могут приводить сюда детей. Помещения совершенно нового корпуса, рассчитанного на 80 мест, еще пахнут свежей краской. Художественные решения проектировщика очень гармонично вписываются в архитектурный дизайн. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в новый корпус, это разноцветие ярких красок. Но с самым ярким местом получился коридор, стены которого разукрашены сказочными героями. Работники дошкольного учреждения сами с интересом ждут открытия яслей. Это новый виток в жизни нашего сада, как говорит заведующая Алла Емщикова. Все сотрудники детского сада ждут с нетерпением, когда встретят малышей, самых маленьких воспитанников детского сада в этом уютном, светлом здании. Каждая группа имеет огороженную детскую игровую площадку. Они почти полностью укомплектованы необходимыми элементами. В некоторых местах осталось только установить безопасное покрытие. До момента сдачи объекта, а это декабрь текущего года, наполнение мебелью и оборудованием будет стопроцентным. А с нового календарного года малыши уже станут полноправными хозяевами яслей. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.